Всем привет, ассалам алейкум. Сегодня вас встречаю в ванной. Смотрите, у меня здесь болтается ингалятор. Некуда его убрать, пока там лежит. В общем, я вас пока приветствую так. И знаете, у меня сегодня какие планы. Я сейчас недавно устала, сейчас будем завтракать, кушать. А пока до этого я хочу себе вот такую вот маску сделать для лица. Да, и пока у меня голова не в очень чистом состоянии, я решила, что хочу сделать эту маску, попробовать. Потом расскажу, как эффект. Нанесу её на волосы, надену специально на голову пакет, чтобы был эффект намного лучше. И, в принципе, всё. Сделаю маску, потом поделюсь с вами, как мне понравилось, вообще не понравилось, потому что я ещё ни разу её не делала. И пойдём завтракать, Мадинку кормить, сама кушать, выпила воды. И с чего у меня ещё сегодня по плану? Сегодня по плану надо забрать заказы ваши. Покажу вам уже вживую, какие вещи у меня девочки заказали, потому что не у всех у вас есть телеграм. Многие хотят заказать, и просто не знаю, какой ассортимент есть. Примерно, что девочки у меня заказывают, я вам покажу вживую, когда заберу заказы. И в идеале было бы, конечно, сегодня на почту сходить. Если я сегодня не успею, пойду завтра, отнесу их заказы. Ну и, в принципе, больше у меня сегодня дел никаких нет. Хотела зайти в детский мир. Усами и памперсы закончились. Не знаю вообще, сегодня пойду или не пойду. Пока, в общем, не знаю. Мне так себя непривычно видеть вообще в ванной, в этом зеркале, на эту заднюю камеру. Качество мне вообще очень нравится. Резкость. Главная резкость такая огромная на этом телефоне. Вы можете, смотрите, вот от этого я хочу избавиться. Вы говорите, Малик, а где тебе худеть? Ну, девочки, я родила, извините меня. Был вот такой огромный живот, он ушёл. И этот живот никуда, смотрите, не делся. Вот. Но я себя сильно не показываю, как бы, ну, вы понимаете, да, что я не могу тут оголить свои жиры, чтобы вам с вами поделиться. Но вот, этот живот я никуда вот не втягиваю. Он у меня, как будто бы, не знаю, наверное, шестой месяц беременности. Вот от него я хочу избавиться. Каждый раз говорю завтра-завтра, я уже просто заикаться насчёт диеты не буду, просто молча буду браться за себя, если будет какой-то эффект потом, да, в будущем я с вами поделюсь, чтобы никого не напрягать. Ну вот, от этого нужно срочно избавляться. Я так понимаю, у меня лишних 20 килограмм. Короче, про диету свою молчу, всё. Буду делать маску. Сегодня она у меня интенсивная увлажнение. И на голову себе тоже сделала, и всё. Оставайтесь со мной. А у Сумейки немного вышли пятнышки на щёчки. Третьи красные. Сейчас пойдём кушать. Красные щёчки немножечко, потому что Расул поменял себе духи. Мне кажется, из-за этого у неё вылезла аллергия, потому что питание, ничего я не меняла. Прикорм никакой не водила. И у неё щёки покраснели. Мадина, вот ты её задавишь так. А, да? Мадина только что очки опять сняла. Опять в этом телефоне. Надо перезаплетать. Ещё даже не заплетала со вчерашнего дня. Девочки, вот что значит пятница. И возле нашего мечеть... Возле нашего дома мечеть. Просто невероятное количество машин. Здесь вообще практически, да, машин никогда не бывает. И вот представляете, первая пятница, когда я выглянула в окно и увидела столько машин. Раньше я до этого особо не замечала. Перед домом, да, стояли по пятницам. Вот сзади дома я не замечала. Просто куча. С одной стороны, это очень круто, конечно. Молодцы. Что все ходят в мечеть. Ну, а плохо, что у нас в городе о карантине вообще ничего не слышали. Погода, кстати, у нас минус. Не знаю, это плюс или минус. Я давно в минусовой погоде не была даже, честно. Забыла, как это холодно бывает. Ну, смотри. Видишь, сколько машин много? Ого. Ого, ого, скажи. Ой, сам. Видишь, сколько машин, да? Мусор. Кстати, ой. Кстати, мусор у нас вывозят. Нам повезло. Он даже кто-то спортом занимается. Пойдем? Ну. Модинке варю овсянку, она попросила. Сама сидит, играет. Бесконечно просто в этот телефон. Нам со зрением противопоказан вообще телефон? Нет. Все равно. Дедушка ей, кстати, этот телефон отдал. Да? Мой старый мы отдали дедушке, а дедушка свой отдал вот Модинке. Этот, кстати, тоже мой бывший телефон. Я его как-то папе продавала 7 лет назад, и он все еще живой. Соня. Представляете, мы сколько лет? Мы тогда за 20 тысяч его покупали, и он все еще живой. Правда, вот здесь немножечко он что-то поотваривалось, но все равно он дышит, живет. Знаете, чем мы занимались полдня? Мы делали перестановку. Сейчас вам немножечко покажу. Смотрите, как мне нравится, что мы здесь зеркало поставили. Наконец-то можно нормально хоть посмотреться. У меня сегодня домашняя мода специально, чтобы все части мои закрыть. Домашние штаны. Футболка длинная. И одела специальный кардиган, чтобы тут не ходить, в общем, перед вами. Готова я показать вам немножечко, как мы сделали перестановку. Вы, если помните, тут у нас был этот самый шкаф вот на этом месте, только он стоял вот так вот. Он сейчас стоит так, он стоял у нас вот так. Получается, мы его перевернули. Тут мы поставили, как он называется, скажите, телик с этим комодом. Туда переставили как раз таки кровать, детская кровать. Там здесь наш диван, собственно говоря. Очень хочу поменять эти шторы, вообще зеленые шторы. Вообще бы с радостью убрала бы этот ковер, потому что, ну, муж не дает. Не знаю, я уже, знаете, о чем задумываюсь, чтобы просто покрасить у нас тут полы. Вот видите, они вот такие вот деревянные. И мне кажется, было бы проще и лучше просто их покрасить, да, и было бы уже приятнее дома. Ну, как бы совершенно другой вид был бы. Ну, такой же цветом, таким же цветом покрасить, залакировать, и, ну, нормальный цвет был бы. И поменять шторы на какие-нибудь светленькие, мне кажется, было бы вообще круто, потому что в скором времени мы планируем Мадине кровать покупать. Сейчас, пока я хочу ее приучить на этой кровати спать. Если она привыкнет, тогда смело будем покупать ей кровать. А тут Мадина пригласила нашего подъездного кота, с ним играет. У них любовь, да, Мадин? У вас любовь? Он вообще такой, смотрите, такой сердитый, взрослый-взрослый кот. Каждый раз уже знает, что мы его кормим, под дверью нагло стоит и мяукает, мяукает. Покормите меня, покормите. У него, к счастью, никаких глистов, ну, не глистов, а этих блох, ничего такого у него нету. Нам еще повезло. Что так периодически к нам приходят, и они играют сюда. Вообще, надо его, это самое, по-хорошему даже я думала так сделать, его помыть, намыть этого кота, и раз уже, говорю, доставим, давай его себе. Ну, как-то это было так сказано мельком. Ну, я говорю, да ну его. Он уже взрослый, куда его? Зачем? Вообще не понимаю. Эй, ты что, ты что? Все, 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 доброе утро. Вот и говорю, что были у меня такие мысли, его тоже помыть, но потом, думаю, мы его помоем, вычешем. Он просто, не знаю, может, на несколько дней красивый будет, но так же пойдет на улицу. Он привык на улице, тем более у нас не такие морозы, как в Якутске, чтобы его там, например, дома оставлять. И, ну, и в общем, вот так. Вот такие пироги. Ну, и вот, думаю, он все равно пойдет на улицу, так же ходить, везде шарится, а потом будет снова приходить. Я вообще даже не люблю, когда этот кот у нас просто на ковре сидит. На, солнышко, на. Потому что, не знаю, мне чуть-чуть как-то это, брезгую я, в общем. Такие дела. Эти коты все. Это сейчас муж его запустил, уходил, поехал за вещами, там, в больницу надо ему заехать. За вещами поехал, заказы забрать. И... И этот кот просто наглый к нам зашел. Да, Мадин? Мадиночка так на меня смотрит, думает, ну, что ты, с кем ты там опять болтаешь, да? Мадин. Кем болтаешь? На обед буду делать что-нибудь из курицы. Здесь у меня бедра, голени, крылышки. Жду, когда разморозится. И буду думать, что готовить, не знаю. Что-то сделаю на гарнир, а курицу просто, наверное, обжарю, потом добавлю овощи. Типа с подливой сделаю. Может быть, на гарнир макароны, либо гречку. Посмотрим. Что попросят, в общем, мои, то и буду варить. Кстати, у меня, девочки, кефир начал портиться. Вот половина баночки, наверное, здесь есть. Буду делать... Сейчас надо не забыть, кстати, рассолу написать. Муку купить. Хочу приготовить типа лепешки. Да, муку, Мадиночка. Хочу типа лепешки приготовить. Мы вот с мамой делали, когда она приходила. Тесто на хинкаву у нас оставалось. И мы просто их пожарили. Вообще, знаете, какие вкусные были. Такие мягенькие, вкусненькие. Вот то же самое буду делать сейчас. И у меня осталось, смотрите, целая банка сметаны. Сейчас я ее открою. Смотрите, целая банка сметаны. Мы, короче, ее купили, открыли, и она вот такая вот вся испорченная. Хотя срок годности, ну, нормальный был. А она прям вся такая свернулась на дне водичкой. Не знаю, вот что возможно из нее приготовить, если у тебя нет духовки. Какие-нибудь рецепты есть проверенные именно на сковороде, чтобы без духовки. Духовки нет. Не знаю, куда ее девать, либо выбросить. Вообще, стоит из такой вот сметаны что-нибудь делать или нет? Вы видите, какая она? Жалко выкидывать. Может, есть что-нибудь? Какие-нибудь варианты буду ждать. Дождалась я муки. Сейчас будем лепешки делать. Да, водинка. Тут, в общем, фрукты, яблоки, груши, лепешка, хлеб, тут яйца и морковка. До сих пор люблю морковку грызть. После беременности так у меня эта привычка и не ушла. Тесто на лепешке делаю очень просто. Просто выливаем сюда кефир. Какой есть. В принципе, и на хинкал такой же рецепт. Вот так вот примерно кладу соды, соли также. Ну, хватит. У меня здесь кефира немного. перемешиваем и насыпаем муку. Сколько тесто возьмет, короче, я так говорю, я даже не знаю, сколько сюда выйдет. У меня здесь такая вот обычная мука. У меня, к несчастью, нету этого самого сита, поэтому делаю это. Ну, залезай, стой, давай, помогай. Я не умею делать тесто уже, как сказать, когда-то в муку вливаюсь какую-то жидкость, я так тесто не умею делать. Я умею делать тесто только так, когда ты в жидкий вариант насыпаешь на пляже. Сейчас я замешу, замесю и примерно покажу, какое тесто у меня будет. Вот, в принципе, такое тесто у меня получилось. Я его оставляю на минут 20, потом я к нему вернусь и еще раз немножечко замешу, но не сильно, и буду скатывать и жарить уже на масле. Мадина у меня та еще помощница, вы посмотрите, просто у нее вход пошла и кастрюля, и смотрите, сколько муки она туда насыпала. Спасибо большое, Мадин, за помощь, конечно. А то да. Спасибо. Вот такие вот лепешки получаются, вообще очень красивые, вкусные, я на них и сгущенку делаю, и урбич могу намазать, и просто вместо хлеба очень вкусно. Это всего лишь второй раз я их готовлю, но они очень мягкие, сочные получаются. Смотря еще как раскатается. Видите, как сильно дымится, это вообще еще самый маленький огонь. Они вот сначала такие твердые, потом минуты две полежат и уже очень мягкие становятся. давайте мини такой вам обзорчик покажу, какие у меня вещи вообще есть в продаже. Допустим, вот таких вот платков, хиджабов, да, у меня очень много, совершенно в разных цветах, и вы можете завязать вот так, да, можете кольцо сюда надеть, будет тоже очень красиво, сзади он получается вот такой вот длинный и, ну, задняя сторона очень красивая выходит, и они, кстати, одни из самых дешевых, вообще совершенно в разных цветах, их и ношу совершенно постоянно. Это я еще раз девочке говорю, кому не интересно, дальше как бы видео у меня точно закончится, кому не интересно, можете просто закрываться, дальше вы ничего для себя интересного не увидите. Так, а для тех, кто вообще в принципе захочет у меня что-нибудь заказать, это продаю я и заказы оформляю очень быстро в течение одного-двух дней я уже вам их высылаю. И так же, так, смотрите, пока холодно, девочки у меня заказывают тоже очень крутые платки, я сама бы такие носила, это для тех, у кого сейчас еще очень холодно, это достаточно много таких городов, смотрите, идет такая бакалавра, то есть вы ее надеваете и сверху надеваете вот такую вот шапку, есть вот в таком вот белом цвете, есть даже чисто в черном цвете, есть у нас такие же шапки с бакалаврами, вот из такого вот ярко-синего цвета, там еще есть некоторые цвета, серые есть, темно-серые, очень, девочки, кому интересно, кто хочет, например, такие шапочки заказать, мне пишите, тоже достаточно недорого они стоят, это, я сейчас просто разбираю заказы девочек, которые у меня заказали, и решила заодно и вам показать, смотрите, вот это, например, костюм, темно-синий, он тоже есть в разных цветах, это такая вот длинная туника с юбкой, размер стандарт, это просто темно-синяя юбка, чуть-чуть книзу она такая, видите, не совсем расклешенная и не сказать, что она совсем прямая, очень крутая, тоже в разных цветах, и тоже не очень-то и дорогой костюм, и к ней вот такая вот туничка, вот, прикольная, с кожаным, это эко-кожа, с такими черными кармашками, так, завтра полетит это моим подписчицам, еще есть, кстати, огромный выбор вот таких вот хиджабов на заклепке, то есть вы его надеваете на голову и вот здесь на такой вот заклепочке застегиваете, тоже классный, так, что это, что, а тут у меня уже пошли чисто платки, чисто шапочки, вот такие есть челнушки с эко-кожей, очень тоже много выбора на такие челнушки из лапши, но это больше для тех, у кого сейчас прохладная погода, видите, вот они такие уголком идут, темно-серый, в общем, у таких шапочек много вариаций, есть вот такие стрикотажи, тоже очень много вариантов, есть просто шапочки такие прямые, тоже в разных цветах, ну и вот, девочка у меня розовый заказала, вот, точно такой же, как у меня, это все, что у меня сейчас девочки заказали, три заказа, буду завтра им скорее отправлять, если вы хотите у меня заказать, можете писать мне в инстаграм, или перейти по ссылке в мой телеграм-канал, он тоже здесь в описании под видео, я всегда оставляю, можете зайти, посмотреть вообще весь ассортимент на эти, на хиджаб, на шапочки, на платья, на костюмы, все в этом телеграм-канале, очень удобно, потому что я там сразу с ценами все оставляю, и там же в телеграме мой номер телефона прикреплен, для связи, можете мне в телеграме написать, можете написать мне на ватсап, вот, а я с вами прощаюсь, всем пока, ассалам алейкум, и до новых видео.